Всем привет, на связи Моника, и сегодня мы будем с вами разговаривать о фаворитах и разочарованиях ну, где-то с середины весны и вот по конец мая. Я не знаю, когда успела пройти весна, но это факт. И я вот думаю завершить месяц мая как раз-таки рассказом о косметике, которая мне либо очень понравилась за это время, либо я ее не поняла и не взлюбила. Давайте начинать. Пойдем, знаете, примерно по порядку, как я делала макияж, а начинала я макияж ни с тона, ни с лица, я начала его с бровей. Вот про брови и поговорим. Я уже в предыдущих фаворитах упоминала гель для бровей Brow Superfix от Luxe Visage белорусского бренда. Я не буду долго останавливаться, просто скажу, что я купила себе вторую упаковку. Предыдущий не то, что закончился, там осталось треть, но этот треть уже выглядело совсем неаппетитно. Не то, чтобы я собиралась его есть, но даже пользоваться таким было мне неприятно. Это просто, чтобы вы знали, что эта вещь продолжает быть моим фаворитом, я ее обновила. Гораздо больше я хочу сейчас с вами поговорить про другой продукт для бровей, который я также успела обновить. Какой здесь старый, а какой новый? У меня сейчас будет паника. Я их спутала. Замечательно. В общем, это маркер для бровей от бренда Vivienne Sabon. Fleur du Soleil линейка называется. Если я неправильно сказала, прошу прощения. У меня оба маркера в оттенке 0,2. Я обновила его, знаете, получается, я пользовалась этим маркером на ежедневной практически основе где-то полный месяц. Точно, может быть, полтора месяца. Плюс я делала им свочи. Плюс вы, возможно, сейчас видите или знаете, что мне на бровях не два-то и волоска доисовывать нужно, а, ну, скажем, не полброви, но где-то-то и стабильно. Поэтому вот такой расход у меня и получился. И не то, чтобы этот фломастер маркер закончился, он все еще и сует. И более того, скажу, знаете, вот эту фишку, когда у тебя что-то еще не до конца закончилось, но зачем-то ты покупаешь новое такое же. Ну, как бы ты понимаешь, что у тебя уже со дня на день закончится, и чтобы у тебя было что-то в загашнике. И тут эта предыдущая вещь, которая вроде как заканчивалась, начинает вести себя хорошо и иссовать хорошо. Как будто бы они разумные, эти вещи, и я не понимаю, что их скоро заменят, и нужно еще доказать хозяйке, что ты еще можешь, чтобы тебя не выбросили. В общем, у меня так случилось с этим маркером. Он уже стал немножко слабо иссовать. Я решила, по-отя, товарищи, обновить. И сегодня я иссовала все еще старым, и он стал иссовать волоски хорошо. Что за чудо, я не знаю. Почему мне так нравится этот маркер? Он стойкий, рисовать отдельные волоски им можно. Это получается естественно. И цвет. Цвет мне не то, что подходит на 100%. Вообще всего два цвета в линейке, что, ну, в общем-то, маловато. Один посветлее, 0,1 для блондинок. Я так понимаю, примерно второй. Вот для всех остальных. Цвет чуть более каичневый, чем мои брови. Но в целом, учитывая, что я прорисовываю волоски не только там в хвосте, но и тут где-то и в начале, то оно все смешивается. И, по-моему, выглядит вполне себе адекватно. Он удобен. Вот что еще я не забыла упомянуть. Кисточка. Кисточка, которая шевелится. Это не фетр. Это тонкая, пластичная, маневренная кисть. И ей иссовать просто изумительно. Ставите руку на опору, если не получается, на весу. Делайте короткие штышки. Не сильно нажимая, а скорее такие легкие, и получаете волоски. Обман. 100% никто не догадается. Ну-ка. Я так думаю, что почти никто. После бровей нужно заняться лицом. И тут у нас и продукта. Первый из них это основа под макияж выравнивающая Luxe Visage Prime Expert. У меня вариант, который заполняет поры. Также она делает кожу ровной и гладкой. Продлевает стойкость макияжа. Уменьшает видимость пор и морщин. И тут очень сложно мне однозначно что-то сказать про этот продукт. Очень сложно, потому что я так до конца его и не поняла. С порами у меня проблем в том, что в них западает тональная основа. Нет. Ну, вот поэтому я протестировать никак не могу. То есть у меня есть поры, да, там мне все говорят, что они маленькие. Нет, я нашла. Ура, у меня у тебя есть какие-то щербинки на лице. Я наконец их откопала. Можете поздравить. В раз они были, я как-то на них не акцентировала внимания. Но все же не настолько они крупные, чтобы в них западал прям тон. Тут, в общем, не сложилось. Эффект мягкого фокуса делает кожу ровной. Да. Вот когда ее наносишь, эту основу под макияж, хочется саму себя всю затрогать и затискать. Потому что кожа становится потрясающе приятной на ощупь. Однозначно. Поэтому пользоваться этой базой приятно. Безусловно, приятно. Но она как-то особо больше ничего не делает. То есть я бы не сказала, что она подлевает стойкость макияжа. Я бы не сказала, что на ней как-то особо красиво смотрится тон, который без нее смотрится плохо. Потому что если тон мне не подходит, то он и с ней мне все же не очень подходит. Если тон мне и подходит, то он подходит мне и без нее. И в итоге получилось, что этот продукт как-то вроде и приятный очень. Но при этом утверждать на 100%, что лично с моей кожей он сделал что-то, я не могу. Не ручаюсь за него. В общем, очень смутное впечатление. Но я боюсь, что они такими и останутся. А продолжим продуктами, о которых у меня сложилось уже более полноценное впечатление. И о которых я могу говорить более уверенно. Это два белорусских тональных крема. Один новинка от Luxe Visage Skin Evolution. Второй чуть постарше от L2H. Это CC-M Color Control. Так, этот у меня в тоне 10. Этот у меня в оттенке фарфоровый. Просто словами, фарфоровый. В одном мне нравится форма. В другом мне нравится содержание. Начнем. Давайте вместе про них поговорим. Знаете, они во многом похожи. То есть у них похожа в целом консистенция. В принципе, по цвету они тоже похожи лежат на коже. И они оба мне нравятся тем, что действительно делают на лице эффект блюра. Эффект фотошопа. Эффект мягкого фокуса. Как хотите, так и называйте. Особенно в этом плане хорош Skin Evolution. С ним кожа выглядит красивой. Очень красивой. Я даже удивилась. Я вот все долго думала, что это база так делает мне. Такой эффект. Ну нет. Потом я воспользовалась тоном без базы. И все равно кожа после него выглядит очень красивой. Ну, может быть на видео. Я надеюсь, это тоже будет видно. То есть какие-то маленькие шероховатости сглаживаются. Вот этот вот, знаете, эффект неровности кожи. Чуть пропадает. Ну, она действительно как будто заблюрена. Я не знаю, как они сделали это. Учитывая, что крем стоит просто копейки. Но 7 белорусских рублей это где-то 2,5, наверное, доллара. В общем, мэджик. Волшебники, что тут сказать. И если уже я продолжу говорить про Skin Evolution. Мне очень понравился этот крем. Единственное, что замечу, здесь стоит натуральный матовый финиш. У меня он сейчас не припудрин. И я вам скажу, что это скорее сатиновый финиш. Это вот, если вы ищете прям матовый финиш, вам не подойдет. И через несколько часов тональный начинает блестеть. Приходится брать салфетки, например, снимать. Я его очень люблю. Я искренне, опять же повторюсь, удивлена, что за копейки белорусы смогли создать классный тон, который, кстати, еще и к концу дня смотрится не как сапог. Никуда там особо не шелушится, не скапливается нигде. Вот бывает, знаете, сначала красиво, а к концу дня смотришь и думаешь, господи, лучше бы я этого вообще не видела и лучше бы я выходила без тона. Но это вот не тот случай. Он немножко скапливается вот здесь, возле крыльев носа у меня. Он сходит с подбородка, потому что я люблю сидеть вот так вот в позе мыслителя, там что-то втыкать куда-то. И из-за маски он стирается всегда на носу. Может быть не из-за маски, но я еще на нее. Но в целом, в остальном, так смотришь на лицо и не ужасаешься. Очень неплохо он в конце дня даже лежит. Единственное, что, конечно, эта упаковка, но 7 рублей, все такое, ну просто с нее начинает сечь, когда ты открываешь эту крышечку, если ты не проконтролируешь этот момент. Потом, ну вот это все, конечно, хочется, чтобы он хотя бы был на 3 рубля дороже. Например, этот КМ стоит в районе, по-моему, 10 рублей, но он в тубе. И вот классно поменять местами, засунуть это в эту упаковку. Ой, вообще, было бы замечательно. Теперь немножко слов про CC-КМ с каким-то активным нано-комплексом, между прочим. Понравился, но чуть меньше. Тоже очень красиво сидит на лице. Я прям удивилась. У меня вот сначала этот показал, что такое эффект фотошопа, а потом этот такой, а я тоже с эффектом фотошопа. Я говорю, ну вы что, ребята, издеваетесь? И по финишу он, в принципе, похож на люкс-визаж. Тоже к концу дня смотрится нормально, в тех же местах сходит. В общем, примерно все то же самое. Почему? Нравится мне меньше немного. Во-первых, здесь странная отдушка. Какая-то, какая-то как будто он уже немного испортился. Хотя я его недавно купила, поэтому не знаю, что если не так, но немножко это настораживает. Это первый минус. Второй минус, эта вещь окисляется. Причем она окисляется на лице вроде как и незаметно. И я не могу сказать, что он прям настолько темнее, что он мне не подходит. Все равно он выглядит на мне нормально. Но на руке у меня всегда остается чуть-чуть тонального, потому что я сначала на руку его переношу, а потом уже на лицо. И когда я смотрю на это такое оранжеватое пятно на руке, которое осталось, у меня все равно берут какие-то смутные сомнения. И мне вот как-то все равно кажется, что почему-то так окисляешься, это как-то странно. Вот таких два незначительных момента, а они уже чуть-чуть вот подпортили впечатление. Особенно, наверное, отдушка. Хотя вот именно то, что он в тубе, это, конечно, мне очень и очень импонирует. Контуирующий стик из новой линейки L'Amel. Называется он Shade & Sculpt. В оттенке 2004, и этот оттенок единственный и неповторимый. В прошлый раз, когда я в первых впечатлениях пользовалась этим скульптором, мне кажется, я там дыру в камере проела, и в зеркале пыталась выяснить, есть в нем оливковая нотка или нет. Все-таки есть. Все-таки есть. Но, знаете, я заметила, что моя камера, она ее прям так чуть-чуть даже слишком подчеркивает. То есть в жизни это чуть более незаметная нотка. Но, тем не менее, она все-таки здесь есть. Однако, мне кажется, когда растушевываешь, ну вот получается у меня вот эта полосочка, ну, как-то смотрится в целом неплохо. Аромат у него тоже яркий. Кому-то понравится, кому-то нет. Но это косметика с одушкой. Лично мне понравился аромат, потому что в нем есть какая-то нотка сладкой специи вместе с жевательными конфетками. В общем, приятно. Но я бы такое съела, поэтому мне понравилось. Но в целом, да, немножко странно, что она такая яркая и настойчивая. Хотя на лице не остается. Но при нанесении я ее чувствую. Что мне еще нравится в этом скульпте? Вообще, это фавоит. Если я еще не сказала, это фавоит. Мне в нем нравится то, что он не пятнит, он не тащит за собой тон. Вот можно сразу наскулу намазать и растушевывать. Не надо там никакие руки с рук наскулы. Слишком много телодвижений. Нет, мажем сразу на лицо. Кистью из козы моей проверенной временем от лег связаж. Очень хорошо все растушевывается. Не нужно вот запаиваться. Смотрится он естественно, потому что он кремовый. Как я уже сказала, то он за собой не тащит. Плешек какие-то не оставляет. В общем, именно в плане использования продукт очень годно, чем не изошел. Дальше румяшки от бренда HIN. Тоже отнесу их, пожалуй, к фавоитам, но с небольшими оговорками. Эти румяна для того случая жизни, когда у вас нет настроения или нет времени наносить. И скульптор, и румяна, и хайлайтер вам нужно быстро. Набирайте их, разносите по скуле, затяжкой к виску. Ну и, в общем-то, они заменяют все эти продукты. Потому что в них есть и достаточно много сияния. В них есть и вот такой вот загадочный цвет, который такой вот какой-то сатиново-розоватый, с ноткой даже чего-то как розового дерева, что ли. Вот честно, затрудняюсь даже описать этот цвет. Но он в тени. Он дает тень, получается. И как раз-таки тень, которая уходит чуть-чуть такой розовый. Единственное, что может смутить сияние. Сияние здесь отсыпали ниже ли. Поэтому надо это учитывать. Кто не любит что-то такое сияющее, то, наверное, и не смотрите в эту сторону. Вот не надо. Зачем вам расстраиваться? Филм маленький, не очень удобный. Но это тоже такое, знаете, может, чуток придирки. Так, со следующим фаворитом, с кистями Чичиода с Алиэкспресс, у меня проблема, потому что я не укладываюсь в формат этого видео. Я начинаю про них рассказывать, я понимаю, что нужно уточнить много деталей, и я понимаю, что хронометраж непозволительно отстягивается. Поэтому, наверное, про них надо делать отдельное видео. Но если вкратце, эти кисти, это лучшее, что со мной случалось за этот и даже прошлый год в плане макияжа глаз. С ними у меня стали получаться макияжи однозначно лучше. Может быть, вы заметили прогресс по моим видео. Если вдруг заметили, имейте в виду, это из-за кистей. Это не из-за того, что там как-то рука изменилась за ночь, или скилл внезапно решил вырасти, это из-за кистей. Особенно вот эта кисть, я ее очень хочу повторить, и, наверное, я буду повторять весь набор. Хоть он и по меркам Алиэкспресс не дешевый, за это все я отдала где-то 16 долларов вместе с заставкой. Но я обязательно буду повторять, потому что это, я как и уже сказала, это все. Это откровение какое-то. В общем, фишка в том, что здесь есть ворс белки. Он здесь не полностью, это смешанный ворс белка плюс кто-то еще кто, я, честно, пока еще не поняла. Но ворс белки славится тем, что он очень мягкий, и он очень легко увозит тени в дымку. С этой кистью идеальная дымка за, ну, буквально там 10-15 взмахов получается сама собой. И с ней, вот с этой кистью вообще макияжи входят такими, что прям приятно на них смотреть. Я не знаю, надо отдельное видео делать, все вам показывать. Ну, может быть, вы уже по предыдущим моим видео видели, вы можете посмотреть вот те макияжи глаз. В принципе, в первую очередь у меня рука тянется к этому набору. То есть, в первую очередь из-за этой кисти. Но также мне очень понравилась плоско-пушистая кисть из него, потому что тоже маневренная. То есть, она гибкая. И она прям облегает глаз. Очень хорошо отдает шиммер. Но в то же время, вот, приятно ей наносить. Не знаю, как вам объяснить, но вот эта маневренность дорогого стоит. Эти две кисти, они мне тоже нравятся, но они, ну, не настолько поразили меня. Потому что вот эта большевата. То есть, я ее использую для затемнения уголка, но мне бы хотелось, чтобы она была чуть поменьше. И чтобы у нее, возможно, был более застойный кончик. Тогда я бы тоже пела ей дифирамбы. А так она чуть крупновата. Но с другой стороны, ей можно поработать складки. И она мне нравится. Она мне нравится, просто она не настолько невероятна, как вот те предыдущие две кисти. И вот эта малышка, она тоже хорошая. Но, опять же, то есть, если у вас есть такого плана кисти, я не думаю, что она чем-то очень сильно удивит. Но, с другой стороны, рука тоже к ней тянется. Если вы, как и я, были неискушенным пользователем кистей, и вы любите кисти из натурального ворса. Ну, например, я не знаю. То есть, понимаете, я не пробовала Зоева, я не пробовала кисти Уэйна Госса или кисти Хакухода. Может быть, они гораздо лучше, я не знаю. Но, если у вас, как и у меня, опыт складывается из кистей с Алиэкспресс, из кистей, возможно, белорусских натуральных и чего-то еще такого плана, то вот я думаю, что эта штука вам просто сделает взрыв мозга. Ну, по крайней мере, у меня случилось именно так. Ну, кстати, я видела, что и девушки, которые имели дело с более дорогими кистями, тоже очень положительно отзывались об этом наборе. Так что, думаю, что дело не только в том, что у меня не очень большой опыт владения дорогими кистями. Все-таки нет. Этот наборчик огонь. Прям огнище. Для видео сегодня еще раз застала палетку от Beauty Glace Touching Up и сделала теперь же теплый макияж. У меня был план надежный, как швейцарские часы. Я подумала, что если теплая гамма меня в этой палетке не устроит, значит, я смело ставлю на ней крес. И я говорю вам, не покупайте этот предмет. А тут не тут-то было. Потому что теплая гамма в этой палетке мне, в принципе, зашла. Тени оказались более пигментированными, нежели холодные. Они лучше как-то втушевывались друг друга. Вообще проблем с ними особо-то и не было. Шиммер и тот лучше нанесся. Но все-таки я так поняла, что в этой палетке все шиммеры можно причислить к сатинам. И если вы любите сатин, я думаю, эта новость вас обрадует. Я лично люблю, когда в палетке есть и сатины, и металлики. Поэтому мне немножко взгрустнулось. В общем, да, теплая сторона в этой палетке мне очень понравилась. Ну как, не то, что прям очень-очень понравилась. Но в целом она оставила себе положительное впечатление. Поэтому, опять же, нет однозначного мнения на ее счет. По всему выходит, что ее нужно тестировать дальше. Поэтому будет пока вот такой промежуточный из-за этого. И осталось поговорить про тушь. Тушь туши от Элуи. Относительно недавний их выпуск. Знаете, я его повторила. Я взяла еще одну такую тушь, потому что поняла, что это прям годная новинка. Она очень хорошо яснички обозначает. Она их и поднимает, и немножко дает им объема, и длины. Ну, в общем, наверное, даже скорее работает на длину, нежели на объем. Но я люблю, когда тушь показывает всем, что у вас есть большие красивые ясницы. Даже если до этого они были не очень большими и, может, не очень красивыми. Для меня есть туши, которые не делают ничего. Туши, которые склеивают все в паучьи лапки. И туши, которые красиво выделяют ясницы. И я всегда теряюсь, чего они там больше добавляют объема и длины. Хотя в этом случае я бы сказала скорее длины. Но они прям делают ясницы красивыми и выразительными. И это как раз-таки тот вариант. Еще она мне понравилась, потому что у меня от нее не усоют глаза. А раньше у меня была такая проблема с белорусскими тушами. Она где-то 2 месяца у меня спокойно продержалась. 1,5-2. После этого стала чуть-чуть отсыпаться. И стала уже чуть-чуть более суховато. Чуть-чуть с комочками пошла. По сути, пользоваться еще можно. Но я решила, что что там. Так и не люкс. Можно купить и новую. И купила себе новую. Благо, действительно, белорусские туши пока еще не очень дорогие. Хотя уже и не 3 копейки стоят. Не уточнила, какая у нее кисточка. У нее довольно-таки длинная вот эта ручка. Что, возможно, для кого-то тоже сыграет свою роль. Потому что у меня, например, родственница близкая не любит туши с короткими ручками. Предпочитаю, с ручками подлиннее. Говорит ей так удобнее. И кисточка у туши силиконовая, конической формы. С не очень, я бы сказала, длинными какими-то щетинками. Но, опять же, замечу, что она не склеивает. Она неплохо таки разделяет ясницы. Делает их довольно аккуратными, вместе с тем выразительными. В общем, тушь мне нравится, это мой фаворит. Ну что ж, продукты, о которых я хотела вам рассказать в этом видео, подошли к концу. Я сейчас понимаю, что среди них достаточно много бюджетных фаворитов. Ну и, в общем-то, это очень даже и неплохо, правда? Приятно, когда находишь вещи, которые классно работают в плане косметики, да вообще в плане всего. А уж если они и стоят не очень дорого, так по мне так это вдвойне приятно. Вообще, да, вторая часть весны выдалась такой урожайной на хорошие косметические продукты, что не может не радовать. Надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным, помогло вам хорошо провести время. Если это так, то буду рада, если вы поставите пальчик вверх этому видео, поможете развитию моего канала и добавите мне щепотку хорошего настроения. В свою очередь, я хочу вам пожелать замечательного настроения, поздравить вас уже с наступающим летом и пообещать, что мы скоро увидимся снова. Пока-пока!